здравствуйте мои дорогие друзья садоводы огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица дорогие мои друзья это видео будет полезно для тех кто не знает что сажать в марте кто хочет послушать чьё-либо то не было бы не мнение и так мои друзья я достала все свое богатство и готова с вами делиться опытом и секретами конечно же мы с вами продолжаем сажать еще перцы вот такие вот ранние сорта как ласточка нежность здоровье это перцы которые прекрасно подходят для фарширования они их нужно сажать вот именно где-то в марте потому что февраль рассада перерастет и высаживать цветущую рассаду это плохо для урожайности я вам же это говорила друзья мои лук-парей лук-экзибишен сажаем в марте значит мы сажаем в марте в первой декаде марта сажаем значит томаты высокорослые позднее спелые а в конце марта вот такие вот например вот да вот такие вот а в конце марта мы высаживаем томаты в середине в конце марта низкорослые скоро спелые сорта в общем все тоже у кого у как у все эти сорта у которых сроки небольшие и к чтобы они не переросли сажать их рано совершенно совершенно не нужно дорогие мои друзья значит буду я сажать в марте продолжать питунь и питунь и те которые которые я не буду значит черенковать то что черенковать нужно у меня уже все посажено все взошло все растет и это уже скоро я буду пикировать а вот такие вот попроще сорта красивые но не густомахровые в общем это будет все посажено тоже в марте в марте я буду сажать георгенчики в конце марта веселые ребятки в конце значит марта я посажу уже астры на рассаду и так мои друзья я уже посадила значит капусту брюссельскую потому что в там где я живу а это ярославская область у нас не успевает она вызревать но до больших качанчиков но такие маленькие средненькие вот поэтому я ее решила сажать теперь уже рано потому что есть возможности и зимняя теплица вот но также я буду сажать в марте капусту брокколи и цветную рассадой я буду сажать совойскую капусту в конце марта и буду сажать в конце марта пекинскую капусту салаты значит и также я буду сажать в марте раннюю капусту вот значит дорогие мои друзья если это видео вам понравилось если оно было для вас полезно поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал жмите вот тут вот кнопку красную внизу а если у вас есть ко мне вопросы то пишите в комментариях вон там внизу комментарии под я все вам отвечу на все вопросы смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие и про жизнь за городом вообще и по традиции марта дела тепличные сейчас я вам поставлю нарезочку про дела тепличные которые делать приходится и за дня в день и каждый день если вам это интересно остайтесь дорогие мои друзья наступает время для пикировки перцев вот эти перчики уже сильно загущены видите листочки смыкаются хотя вроде бы еще только задаточки вот такие вот настоящего листика и сейчас я их буду пикировать пикировать как пикировать я значит уже сделала такое целое видео значит ну хочу вам сегодня сказать что вот такие вот отсталые видите вот такие вот вот здесь вот тут тоже вот маленький такой видите среди вот эти ваши вот таким вот говорите спасибо и отправляете в компост q почему потому что урожая на них не будет то есть в них еле-еле сил хватило для того чтобы взойти и ничем они вас не могут порадовать в дальнейшем поэтому если вы для себя и значит то конечно же вам это ни к чему а если вы это делаете на продажу то ваше доброе имя ваш имидж это превыше всего и людям вот такое никогда не давайте потому что у людей просто не будет урожая и они будут разочарованы дорогие мои друзья ну вот и красная смородина наконец дала мне свои корешочки но как-то очень странно посмотрите сколько воды и посмотрите на каком уровне она дала мне корешочки видите как высоко а вода была здесь так что красная смородина тоже дает значит корешочки это январская я напоминаю вам что мы срезали черенки 16 января и проводился эксперимент и вот значит корешочки даны вот где наверху и вот красная смородинка тоже давать или корешочки только на две недели друзья я насыпала вот так вот земли подписала что с красная смородина стаканчик у меня 200 граммовый я вот так два раза стукнула чтобы у меня значит уплотнилась она я сделала вот таким старым фломастером вот такие вот отверстия я немножечко туда сейчас налью фитоспорина фитоспорин у меня чуть теплый не горячий и я сейчас вставляю сюда свои череночки и обжимаю их вот так вот чтобы чтобы у меня не случилось а воздуха там где значит между землей и между стволиком все сейчас я это дело досыплю немножечко земли пролью фитоспорином и отправиться ко всем черенкам может быть вы помните что мы сажали колеусы вот колеусы я уже прищипнула вот видите вот столбик вот такой вот столбик наверху из посмотрите что уже в боковых пазухах какой будет красивый кустик и во втором растении то же самое вот такой вот будет пышный красивый кустик верхушки я укоренила перцы всходят прекрасно баклажаны всходят все растет весна ранее все колосится скоро буду пикировать маргаритки это лаванда не стратифицированная вот лаванда стратифицированная дорогие мои разницы не вижу никакой когда у вас сходят вот такие петельки крышечки снимайте иначе все вытянется вытянется крышечка вроде прозрачная на дает тень это лобелий так выглядят здесь базилик и эстрагон тархун бегония вечно цветущая опять зацвела хотя бы недавно я ее все состригала там перцы и прочие пикированные малышатики баклажаны пикированные и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...